Бывший руководитель Открытой России Андрей Пивоваров арестован на два месяца районным судом Краснодара. Он обвиняется в сотрудничестве с нежелательной организацией. Когда мы уже вылетели в рулевую линию и вырвали обратно, входит сотрудник и говорит, что вы Андрей Федеральном Русском. Я говорю, что за бред, я прошел там, что никаких претензий ко мне быть не может. Соответственно, я уже прошел все данные. Меня забирают, какая-то безумная спецоперация, меня возили эшники на машине с ДПС передо мной, как вот такое машинспровождение. Здесь было то же самое. И сам фарс в том, что, вы бы говоря, дело возбудено, оказывается, было 29-го. То есть через сутки после того, как все было ликвидировано. По закону, по этой статье, если я добровольно прекращаю члены, что я и сделал, никаких претензий ко мне быть не может. Но уже после благородного дела было. С чем связываю? И в Кремле, и в всех политических отделах было известно, что я планировал выдвигаться в Госдуму. Я вел переговоры с Яблоком. В том числе рассматривал вариант о том, чтобы собирать подписи. Ничем другим мотивировать такие действия ему нельзя, потому что дело явно сфабриковано. Дело слепили за два дня, когда, видимо, узнали, что по этой новой статье, которая привлекается, новый закон, который выводится, нежелательный, ничего же делать нельзя. Поэтому, кроме как желанием ограничить политическую деятельность, вот я другого не вижу. Я вижу, что все люди, которые сейчас хотят выдвигаться на выборы, вот смотрите, что происходит там с ребятами с ВВК, вам говорят, другого даже обыскивали, да? То есть все, кто минимально, не то что выходит в компанию, а кто пытается выходить на регистрацию, всем пролетают такие уголовные дела. Фальс, не более того. Никаких юридических оснований, что меня привлекать, нет. Поэтому вот такая спецоперация, она четко связана с выборами. Он рассказывал об угрозах в конституционном устрою, рассказывал об угрозах в безопасности, а обвинение идет на том, что я написал в пост. Мне кажется, это фарсом, когда угрозу в безопасности государства представляет собой пост в Фейсбуке. Мне кажется, в данном случае прокурор просто, или обвинитель, издеваясь над государством, потому что если государство угрожает пост в Фейсбуке, то что за государство? Зачем нужны такие прям вот огромные правоохранительные органы, которые мы сейчас собрались здесь, если один пост в Фейсбуке, это угроза? Почему я оказывался здесь, уважаемый суд? Все очень просто. Я хочу, чтобы наша страна была законным государством, где действуют законы, где защищаются права граждан, где, в конце концов, всем нам жить комфортно и хорошо. Я бы хотел, чтобы в России была сменяемость власти. И поэтому правоохранительным органам и политическому блоку было известно, что я планировал участвовать в выборах. Я хотел выдвигаться. Мы видим тенденцию, когда все, кто заявляет о том, что хотят выдвигаться на выборах, у них начались проблемы. Кого-то там возбуждают дела по санитарным полным пунктам, на кого-то, как только что рассказали коллеги, оказываются мошеннические дела. Люди оказываются под домашним арестом, люди оказываются в СИЗО, кого-то выдавливают из страны. Я не говорю даже о регистрации на выборах. Я говорю о том, что людей, которые планируют просто подать документы, уже на ранней стадии пытаются отключить этого процесса. Любыми способами. И под эти жернова попал я. Посмотрите, что происходит. Я еще вернусь к фактам дела, которые были уже изложены моим адвокатом. Но и по факту того, что сейчас происходит, практически все люди, кто претендовал на участие в выборах, кто хотел высказать на зависимую позицию в этих выборах, они все находятся под давлением. Поэтому вот причины этого дела, а не те страшные слова в лице поста, который был якобы написан 10 месяцев назад. И сейчас резко прокуратура возбудилась. Поэтому это фарс, который происходит, и это дело полностью сфабриковано. Никаких оснований повреждения к ответственности нет. Я сейчас коротко отвечу даже на суть объединения, которая есть. Даже если не вникать в дело о том, что мы однократно говорили, что я точно не являюсь членом никакой иностранной организации, которая может быть признанным нежелательным. Я являюсь российским гражданином, я являюсь членом только российских организаций, которые по закону не могут быть нежелательными. Документы об этом направлены были в Минюст и с Минюстом, и отношения наши проходили именно так, что претензий с точки зрения нежелательности у Минюста ко мне не было. Мы ходили в суд, ходили в Минюст, и это были те документы, которые были поданы по организации, которые созданы на плане территории России, российскими гражданами. Но даже понимая какие-то абсурдные соединения по правительственным органам, мы ликвидировали эту структуру 27 мая, о чем было публично заявлено мной и другими коллегами. Эта структура больше не существует. Я публично заявил о том, что я прекращаю сотрудничество с главным членством. Получается, вот даже, смотрите, вот эту абсурдную статью политического 204.1, уже на основании ее никаких дел не может возбуждаться. И вместо этого через два дня, оказывается, господа возбуждают дело по 284 статье против меня. Чем это вызвано? Чем вызвана такая скорость? Это еще раз доказывает, что единственная причина, которая здесь есть, это желание ограничить меня в участиях в выборах. Поэтому, уважаемый суд, здесь явно есть единственная цель, да, это ограничить мои права, ограничить политическую составляющую. И следствие пытается меня каким-то образом, каким-то образом, поддержать больше под меры защищения, под стражей, больше что еще. Не обвиняют в том, что я якобы пытался бежать. Уважаемый суд, у меня действительно, я был в самолете, у меня были билеты. Но, вот если бы, как говорят наши сотрудники полиции, сотрудники полиции, правильно говорят, что якобы был розыск, то почему на таможенном контроле, когда я проходил его, никаких вопросов как бы не было? Обычно я провел контроль долго, я в списках, это проверяется. Меня проверили, никаких оснований не было, никакого розыска объявлено не было. То, что сейчас состряпано в документах, якобы я был выдавлен. Слушайте, я публичное лицо, мой телефон работает 24 часа в день, я есть в социальных сетях. В конце концов, у меня есть адвокаты, которые всегда на связи, любые представительства. Я думаю, что вот здесь есть журналисты, которые знают, что позвонить не можно в любое время. Никакого уведомления не было. В момент задержания мне не было сказано, в чем я обвиняюсь. Единственное место, где я услышал о том, что у меня не было дело по 208 ч. статьи, было в 10 вечера в кабинете Следственного комитета. До этого момента никто не мог объяснить, не те, кто задерживал ничего. Они сказали, я в розыске, я говорю, почему я в розыске, границу прошел. Поэтому все это, конечно же, полный фарс. И, повторюсь, единственная цель, которая здесь стоит, это исключить меня из выбранного процесса. Надо этому подходить, уважаемый суд, я не знаю, мне кажется, что это не очень правильно. Я считаю, что, грубо говоря, все дела не возбудили и мои все основания, чтобы признать меня невиновным. Я докажу это в суде, я докажу это, грубо говоря, следствие, потому что то, что я сказал, это только часть аргументов. У меня еще достаточно большой список аргументов приготовлен, чтобы доказать свою невиновность. Уважаемый суд, сейчас решается вопрос не моей невиновности, а вопрос меры пресечения. И для меня, конечно же, к любому нормальному человеку, вы видите мои характеристики, я социально адекватный человек, у меня нет каких-то правонарушений, и я точно тот человек, который не будет никуда бежать, в конце концов, мой паспорт находится в материалах дела. Я пришел осмотреть вопрос о том, чтобы избрать любую не связанную с мерой пресечения в виде ареста, любую не связанную с арестом меры пресечения. Мои друзья готовы внести залог. Мои друзья также нашли, есть квартира и дом, в котором я могу жить в Краснодаре. Я готов являться на все следственные действия, и я, наверное, заинтересован в этом даже больше, чем следователь, потому что я заинтересован, чтобы доказать свою невиновность. И следствие знает, что все факты невиновности есть у нас адвоката, приготовленная линия защиты. Но делать это, как вы прекрасно понимаете, удобнее и лучше, чем со свободой, чем находясь в СССР. Поэтому, пожалуйста, мой вопрос, если вы примете решение о избрании какой-то меры, любой иной не связан с заключением по страну. В конце концов, уважаемый суд, давайте вернемся к началу. Все, что предъявляет мне следственный комитет, это пост в Фейсбуке. Черт возьми, слушайте, но в нашей стране, я надеюсь, что еще людей не собираются сажать в тюрьму за посты в Фейсбуке. И уж тем более не унижают наше государство тем, что его конституционная оборона, защита конституционного строя, подвергается угрозе из-за поста в Фейсбуке. Давайте вместе не будем унижать наше государство, Россию, и вместе будем убивать справедливости. Я бы хотел делать это, конечно же, с любой меропресечением, кроме сохранения по страну. Спасибо. В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о том, что уголовные дела против Дмитрия Гудкова и Андрея Пивоварова не имеют отношения к политике. Охотно верится в этом. Следит ли Кремль за делами в отношении Гудкова и Пивоварова, учитывая, что все это происходит буквально в дни ПМФ-2021, а это явно не украшает инвестиционный фон, спросил Пескова, журналист «Бизнес-ФМ». Во-первых, это не имеет отношения к инвестиционному фону, отвечает Песков. Во-вторых, вряд ли можно ассоциировать с какими-то политическими претензиями, потому что обвинения, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств, к политике не имеют никакого отношения. Поддержал задержанных и Алексей Навальный уже 135 дней, находящийся в тюрьме. Про обыски и задержания Дмитрия Гудкова и Андрея Пивоварова узнал от адвоката. По телевизору об этом не гугу. Понятно почему. Более-менее правдоподобного объяснения этих арестов в Кремле пока не придумали, а то, что есть, это и телезрителю, понятно, прямая фабрикация уголовных дел. Фальшивка и преступление. Моя поддержка Диме, Андрею и их семьям. Это честные люди, которых именно за это и преследуют. Самого Навального 2 июня суд отказался снять с учета как склонного к побегу. Адвокат Алексея Вадим Кобзев заявил, что решение будет обжаловано. Будем следить за развитием событий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...